Подождите, стоп, как это уже едете? Это шутка какая-то? Да никакая это не шутка, Пиксель, мы уже подъезжаем. Давай, встречай нас скорее, мы будем через пару минут. Обалдеть, вот это новости, блин. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И это самое настоящее экстренное включение, потому что сегодня очень и очень важный день. Мало кто знает, но еще несколько недель тому назад я завел себе очень миленького песика, и даже выпустил ролик на своем канале. Так вот, к чему это я? Сегодня у этой прекрасной собачки самый настоящий день рождения. И многие задавались вопросом, Пиксель, а где вообще твоя собака? В роликах ее не видно. Все очень и очень просто. Она живет в соседней деревне буквально в двух-трех минутах езды на машине. Я посчитал, что это будет более безопасно, потому что на нашу деревню постоянно кто-то нападает, здесь постоянно что-то происходит, а добраться до нее, это вопрос считанных минут. И я каждый вечер, естественно, без камеры приезжал, выгуливал и кормил ее. И вот сейчас, в день ее рождения, когда я уже собирал вещи и собирался ехать, жители из той деревни позвонили и сказали, что они везут ее сюда. А это значит только одно, у меня осталось очень мало времени для того, чтобы зажечь огонек на ваших экранах. А именно показать три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. И кстати, ребята, попасть в завтрашний ролик очень и очень просто. Я напомню, что для этого достаточно прямо сейчас опуститься под видосик и написать любой интересный комментарий. И судя по времени, житель уже должен был приехать. Осталось только его найти. Обалдеть, я, конечно, вообще, ребята, такого поворота не ожидал. Вот это, конечно, мероприятие интересное будет. Здесь тоже никого нету. Вот он, вот он, житель, вот моя собачка. Привет, господи, какая она радостная. Привет, носатый. Привет, Пиксель. Она уже по машине начала бегать. Чувствовала, что сюда едет. Да, она, конечно, здесь давненько не была. Вот что-то она приунылая. Сейчас мы её точно развеселим. У меня уже есть, ребята, несколько офигенных идей, которые я вам покажу немножечко попозже. Житель, ты, кстати, тоже оставайся в деревне. Ну, праздник всё-таки как-никак. Тортик хотя бы покушаешь. А мы тебе небольшой сюрприз с жителями подготовили. Мы тебе его тоже немного попозже покажем. Ты пока возьми собачку, прогуляйся с ней. Сюрприз? А это интересно. Ладно, пойдём, собачка, идём сюда, иди сюда. Ну, ё-моё, о, наконец-то, проснулась. Ах, ребята, как же я всё-таки рад, что собачка приехала в мою деревню. Вы посмотрите, какая она довольная. Хвостик гуляет, она бегает, и это самое-самое главное. Я потихонечку начну рассказывать вам все планы на сегодняшний день. Во-первых, ребята, я хочу заказать моей собачке огромный, офигенный торт полностью из мяса. Я думаю, что такое вы несколько раз видели и в фильмах, и на картинках. О, сразу бегать начала после слова мяса. Красивый такой, со свечечками и так далее. После чего у меня была идея построить ей какую-то красивую будку. Но я пока что не знаю, ребята, имеет ли это смысл. Всё-таки, как-никак, хочется провести с ней больше времени, и какая вообще будка. У неё есть отдельное спальное место, вы только посмотрите. Дома у меня всё-таки две кровати, и одна кровать может полностью стать моей собачке. И третий пункт, самый главный и самый последний. Я хочу накрыть огромный стол, ребята, вкуснейшей еды, собрать абсолютно всех жителей и начать праздновать этот день рождения. Куда она делась уже, господи? Побежала, видимо, обнюхивать территорию, потому что её здесь очень давно не было. Я уверен, что она здесь точно не потеряется. И по большому счёту, я уже говорил с одним из жителей, и он пообещал приготовить мне этот самый торт. Только нужно его найти, он в таком белом фартушке был. Во-во-во-во, вот этот, вот этот, вот этот. Житель, житель, приветик. О, привет, Пиксель, поздравляем тебя с днём рождения твоей собачки. Вот и она, кстати, ой, какая миленькая. Да, есть, конечно, такой моментик. Я к тебе по очень важному вопросу, мы там с тобой договаривались насчёт тортика. А, да-да-да-да-да, конечно, я просто вышел как раз за одним важным ингредиентом. Буквально через 2-3 минуты я тебе его принесу. Ну вот и замечательно, собачка без тортика не останется. Спасибо тебе большое, а я тогда, ребята, начну накрывать действительно стол. Я сейчас поставлю столы, поставлю сиденья, всё будет просто офигенно. Тем более, что все эти предметы я подготовил ещё вчера вечером. И спрятал их в кузнице компота, чтобы никто их случайно не своровал, и я их куда-то не выбросил. Вот они, вы только посмотрите, сколько здесь всего. Я, конечно, напомню, не собирался праздновать это в своей деревне. Но раз уж, ребята, у нас всё поменялось, почему бы, в принципе, и не забрать это всё? И не установить прямо возле кузницы Ромчика, потому что здесь просто офигенная полянка. И прямо сейчас я начну, ребята, это делать. Так, собираем для начала вот такой вот красивый стол для пикника. Очень удобный. И, скорее всего, имеет смысл сделать это вот так вот. Большой красивый стол с двух сторон, чтобы был так-так-так-так-так. А вот она средняя часть. Замечательно. Получается вот такой вот суперский стол для пикника. С этой стороны, в принципе, можно сделать ровно то же самое. Потому что собачка, наверное, будет сидеть вот здесь. Вот, да, мне кажется, это просто идеальное место. Так, устанавливаем, конечно же, левую часть. Устанавливаем правую часть. И, естественно, среднюю. И у нас получается очень много места. Параллельно с этим у меня есть вот такие вот крутые, ребята, украшения. Которые прямо сейчас можно повесить на кузницу. Вот, написано, с днём рождения. Всё, ребята, я действительно подготовил. Это очень здорово и очень празднично. С этой стороны мы делаем ровно то же самое. Его можно вот так вот, в принципе, пониже. Вот сюда ещё можно, чтобы прям все это видели. И я бы, знаете, ещё хотел реализовать какую-то небольшую фотозону. Если собачка будет сидеть вот здесь, ребята, то, слушайте, реально можно сделать фотозону, чтобы все с ней фоткались. Вот, представьте, а ну-ка, собачка, подожди. Ну, вы посмотрите, как это круто смотрится. Мы ещё сюда с вами установим тортик. И это выглядит очень здорово, согласитесь. У меня прям поднимается настроение каждую минуту подготовки этого мероприятия. Еда у меня тоже есть в небольшом, конечно, количестве. Я заказал это ещё сегодня утром, чтобы быстренько сэкономить место и сэкономить время. Но, тем не менее, ребята, она пока что есть. Потом закажем ещё. Так, сюда газировочку. Сюда устанавливаем фрукты. И здесь сделаем, знаете, стенд из газировки. То есть можно прийти, взять газировочку, взять фруктик и сесть уже за основное, так скажем, место. Сюда, в принципе, тоже можно поставить фруктики. А остальное пускай будет в запасе. Собачка, ё-моё, ты, наверное, голодный, скорее всего. Но не переживай, скоро тебе принесут тортик. Причём, если многие привыкли есть тортик, ребята, в конце, поскольку это десерт, то только не для моего пёсика. Потому что, я напомню, он полностью состоит из мяса. И когда вы его увидите, вы, если честно, наверное, просто офигеете. И нужно, наверное, потихоньку торопить жителей. Ты чего гавкаешь? Чё случилось-то? Видимо, реально голодный. Нужно точно торопить. А это чё за собачка? Подождите, она вроде как добрая и даже с белым каким-то ошейником пошла куда-то, тоже чё-то лает. Так, ребята, чё-то здесь фигня какая-то происходит. Тут ещё собачки. Да я вам больше скажу, тут машины какие-то приехали. Я даже не заметил. Жители так, а где тот носатый? Потому что, наверное, только он может объяснить, чё тут происходит. Куча новых жителей, которых я первый раз вижу. Куча собачек каких-то. Жители, а чё происходит-то? Пиксель, так это и есть сюрприз, о котором я тебе говорил. Я позвал всех своих друзей. У нас чат есть с собачками. Они все приехали на этот праздник. А, вон оно что. Так у нас, получается, получится настоящий день рождения для собачки. Новых друзей себе заведёт. Ну, конечно, в этом и есть сюрприз. А когда уже за стол можно садиться? Да я думаю, что уже с минуты на минуту остаётся только тортик. Конечно, еды, мягко говоря, на такую толпу мне не хватит, но ничего страшного. Зато можно будет, знаете, поделить тортик на несколько равных частей и дать каждой собачке. У нас реально получится суперский праздник. Только нужно поскорее закрыть вопрос с этим тортом. А! А, вот он! Житель, ну наконец-то, я уж переживать начал. Уже все хотят собраться. Извини, извини, Пиксель, последние штрихи делал. Немного на гриле его доводил. Обалдеть, дай я хоть взгляну на него. Вы только посмотрите, ребята, полностью торт, состоящий из мяса. Даже реально видно вот эти вот полосочки от гриля. Тут всё в фарше. Обалдеть, посмотрите, она просто уставилась и не хочет даже отворачиваться. Спасибо тебе огромное. Да не за что, Пиксель, давай уже наконец-то соберёмся. Да я буду только за. Собачку, наверное, лучше пока что отпустить, пускай погуляет. А я буду ждать всех жителей, ребята, потому что сейчас действительно начнётся самый интересный момент всего этого праздника. Мы будем поздравлять мою собачку с днём рождения. С днём рождения тебя! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения тебя! Ну всё, свечки, конечно, нету, житель её не принёс, но будем считать, что праздник уже начался. Вы посмотрите, сколько здесь всех собралось. Куча жителей, другие собачки и все ждут тортика. Господи, даже сзади меня собачка, которая зачем-то нюхает мне руки. Не переживай, ты тоже покушаешь, никого мы обделять точно не станем. Я, кстати, совершенно вам забыл показать, что жители подарили мне. Вы только посмотрите на этот уютный уголок. Во-первых, здесь стоит будка. Хорошо, что мы всё-таки её не построили. Её украсили вот такими вот красивыми шариками. Также, ребята, здесь есть очень важная штучка. Это бирка. С её помощью мы, наконец-то, можем дать кличку собаке. И я придумал просто офигенную. В конце ролика я обязательно это сделаю. Тем более, до его конца осталось совсем немного. А также подарили две просто суперские игрушки. За которыми, я уверен, Альфред... Да, именно так я хочу назвать эту собачку. Будет просто-напросто, так скажем, ухаживать. Постоянно везде их с собой носить и так далее. Поэтому я предлагаю прямо сейчас закинуть эту бирку непосредственно в наковальню. И прописать ему то самое имя, ребята. Так, вроде как всё правильно. Бирка получена. И теперь можно, так скажем, наградить мою собачку. Ну вы посмотрите. Теперь мы не будем звать её просто. Эй, собачка, иди сюда. Теперь у неё есть самая настоящая кличка. И мне кажется, эта кличка просто суперская. Как вам, ребята? Напишите обязательно об этом в комментариях. А прямо сейчас я буду заканчивать ролик. Потому что нам необходимо разрезать тортик, скушать с жителями пиццу, выпить газировочки и, возможно, устроить какую-то массовую прогулку с собачками. Вы только представьте, насколько это будет офигенно. Я со своей собачкой, а жители со своими. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также несколько приятных слов можете написать Альфреду в комментариях. Тем более, что три комментарии из этого видео гарантированно попадут в завтрашний. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok